Все надеются на то, что пик пандемии наконец-то остался позади. Но у конкретных стран все будет происходить по собственному сценарию. Где-то это будет плавное снижение, а где-то все может произойти достаточно быстро. Тем не менее вопрос о том, как дальше жить в мире, где появилась такая опасность, пока остается открытым. Уже сейчас есть теории о том, что осенью может произойти вторая волна вируса. Понятно, что к тому времени человечество уже будет иметь опыт как удачного противостояния этой угрозе, так и неудачного, который никто и никогда не должен снова избрать для такой ситуации. Ну а кроме того, к осени уже может появиться вакцина, над которой работают сразу в нескольких странах. А возможно будет созданный препарат, который активно уничтожает вирус, уже попавший в организм. Так что как бы там ситуация не сложилась, а врасплох нас он уже вряд ли застанет. Как оно будет на самом деле, увидим. Но прямо сейчас актуальным становится вопрос о том, возможно ли повторное инфицирование коронавирусом. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Южной Корее. И там вирусологи пытаются разобраться, с чем на самом деле мы имеем дело. По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, всего зафиксирован 141 такой случай. Специалисты считают, что такой эффект может быть за счет следующих факторов. Возможно, это действительно повторное заражение. Но не исключенный рецидив все той же болезни, без получения дополнительного вируса. И третий – некорректность тестов. После того, как стало известно о том, что китайские тестовые системы показывали в Европе результаты 30%, данные по корейским тестам кажутся просто фантастическими. Не зря США разместили там огромные заказы на изготовление тестов. Тесты RTM-PCR дают 95-98% точности результатов. Но все же от 2 до 5% остается на погрешность. Тут надо уточнить, что в ЮК здоровым считается человек, переболевший коронавирусом, и у которого после первого отрицательного теста, через двое суток и второй тест отрицательный. Чисто теоретически, еще больной человек может подряд нарваться на две неисправные системы и ошибочно считаться выздоровевшим. Так что этот вариант хоть и существует, но он крайне сомнительный. Нет и прямых данных того, что переболевший коронавирусом действительно был повторно заражен. По крайней мере, не задокументировано ни единого случая именно такого характера. Хотя в этом направлении активно работают и Китай, и США. Тем не менее, пока не описан ни один такой случай. Наиболее вероятным является рецидив заболевания. Это может быть вызвано тем, что вирус влияет на иммунную систему таким образом, что та начинает реагировать на вирус не тем способом, который предусмотрен технологией тестовой системы. Недавнее исследование, проведенное врачами в Китае и США, показало, что новый коронавирус может повредить Т-лимфоциты, также известные как Т-клетки, которые играют центральную роль в иммунной системе организма и его способности бороться с инфекциями. По словам Хин Чен Ки, вирусолога из фармацевтического колледжа Корейского университета, такую ситуацию можно сравнить с пружиной, которую сдавливают, прилагая усилия. И в конце концов она теряет свою эластичность. Но если она не сломалась, обязательно распрямится, когда усилие снято. Проще говоря, вирус может быть доведен до такого состояния, что его уже не идентифицирует тестовая система, но окончательно он не уничтожен. А после того, как терапия закончена, он снова начинает свое действие. В таком случае придется пересматривать методики лечения и тестирования больных. Неважно то, что никто не обнаружил именно повторного заражения, что уже хорошо. В любом случае, пока мы тут пишем, а вы слушаете этот текст, тысячи людей по всему миру пытаются внести ясность в этот и многие другие вопросы. И они обязательно это сделают. А пока делаем все правильно, не рискуем.